Новости спорта. Популярность волейбола в нашем муниципалитете очень высока. Об этом убедительно свидетельствуют и прошедшие в нашем районе соревнования среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, на которых побывала наша съемочная группа. В зале спорткомплекса «Олимп» в станице Анастасиевской был дан старт спартакиаде среди физкультурно-спортивных клубов Славянского района под девизом живым и павшим посвящается. Соревнования приурочены к 80-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Участников соревнований приветствовали глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета района Григорий Литовко. Здесь собрались волейболисты из городского и 12 сельских поселений района с тем, чтобы определить лучших. Главный судья соревнований Николай Финяк доволен тем, что количество команд участников все время увеличивается. У нас сегодня открытие спартакиады, которое проводится регулярно, каждый год. И участвует в этом спартакиаде очень много команд. Но вот именно сегодня это у нас рекорд. 13 команд волейбольных. Поэтому мы очень рады, что поселения обращают внимание большое на спорт. И поэтому у нас команды прибавляются. С каждым годом спортсмены прибавляют в своем мастерстве. Судьи стараются, чтобы судейство отвечало современным требованиям. Нам с удовольствием приезжают новороссийцы, абинцы, Крымцы, Кемрюк. В общем, многие команды из края приезжают. Почему? А потому что мы здесь, судейская бригада у нас очень, как бы сказать, квалифицированная. Мы судим честно. В просторном современном зале две волейбольные площадки. Созданы все условия для успешного проведения соревнований. В начале состязаний славянские волейболисты встретились с хозяевами площадки анастасиевцами. Борьба за победу была упорной. В итоге верх взяли игроки Олимпа. Их настрой на высокий результат плюс слаженность действий дали свои плоды. Настрой у нас огненный. И действительно игра идет хорошо. Но это неудивительно, потому что мы постоянно собираемся командой, мы тренируемся и оттачиваем свои навыки. Спасибо большое главе администрации за то, что постоянно дает нам такую возможность выступать, показывать свои таланты. Продвигаем спорт молодежи и стараемся быть примером. Волейбол – игра динамичная, требующая хорошей физической подготовки, мастерства, сыгранности. И самое главное, она по душе спортсменам городской команды. В целом костяк команды у нас общий, тренируемся, поэтому более-менее понимание есть, кто что будет делать. К этому мы ждем каждый год. Готовимся, ходим на тренировки. Команда у нас сплоченная. Это так большой даже для нас праздник спорта, наряду с днем рождения у кого-то. Поэтому очень рады. Хорошей игре команд помогали болельщики. Среди них были и главы поселений, которые всемирно содействуют развитию физкультуры и спорта. По итогам соревнований на первое место вышла команда «Старт» Коржевского сельского поселения. На втором – волейболисты из Протокского сельского поселения. И замыкает тройку призеров команда Анастасиевского сельского поселения. В пятерку лучших вошли также спортсмены из Прибрежного сельского поселения и Славенска на Кубани. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...